Книга «Открытым оком», том 2, тема Крещения, вопрос 633. «Как выполняется постановление епископа Антония о Крещении полным погружением? Или все осталось по-прежнему, то есть мочение лбов?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в главе о Крещении подробно отвечено на этот вопрос. Патриарх Олегский II тоже много правильно говорил о Крещении и точно так же не довел до конца, а вернее даже не начинал. Это прилукавившее состояние московской патриархии. В этом она вся. Еще будучи в армии, я прочитал отрывок речи немецкого ученого Ауэрелла фон Юхина по случаю получения им Нобелевской премии. Он говорил о коммунистах. «При помощи справедливых, на первый взгляд, идей они умеют ловко прикрывать свои сатаминские намерения». И еще слова Жанна Поля Марата. «Вы мастер обманывать народ. Сокрушением обмеряете его рот и даете ему пустую соску. Такова заботливость народных депутатов о невыданных пенсиях и детских пособиях». Это я все отношу к московской патриархии насквозь пропитанной ложью лукавством, превзошедших в этом даже коммунистов. В последнюю нашу встречу с Антонием, длившуюся более двух часов, в которой участвовал наш епископ Евтихий, я снова спросил, как же насчет правильного крещения. «Да я уже издал три указа, и ничего не меняется. Я посылаю священников на приходы работать, а они воруют. Ну а если бы Антоний издал 300 тысяч указов о правильном крещении, изменилось бы что-нибудь. Существует власть законодательная и исполнительная, и если они не стыкуются, то власти нет, есть бутафория». «Детские погремушки. Епископ величается ангелом церкви, как апостольский преемник. Но все это пустой звук, вводящий других в заблуждение». Апостол Петр спросил Ананию сапфиры, они солгали, и тут же их зарыли на кладбище. Почему так смело апостол Петр поступал? В первую очередь, потому что он сам в своей жизни соответствовал своим требованиям. Почему Никита Сергеевич Хрущев не довел до конца разоблачения культа личности и не повесил всех палачей, как было в Германии на Нюрнбергском процессе? Потому что под многими смертными приговорами стояла его подпись. Микояна, Кагановича, Молотова и других подельников Сталина. Почему патриарх Алексий, Антоний и другие архиереи не доводят до конца свои решения о крещении? Причина одна. Они сами не крещены полным погружением, как в рассказе Лескова «Некрещенный поп». Так с кого же они могут требовать? Они обмеривают род своих клиентов, прихожан, видят, что они ничего не знают, некрещеные, обещают выправить дело и вновь сами же покрывают бездействием своих развратителей, попов, бездельников, суют им пустую соску, одной капли достаточной, даже слюны, чтобы благодать довершила все, и это было настоящее крещение. Патриарх и архиереи должны были бы найти в своей среде хотя бы одного истинно крещенного православного священника и принять от него крещение полным погружением сегодня же и объявить все свои мочения, как профанацию на крещение, признать этот жуткий обман, творимый слепотствующим народом, признать, что доверившиеся им прихожане умирали некрещенными. Начать всеобщую катехизацию и произвести крещение Руси. Все остальное игра, детские бирюльки, эти указы о крещении на первый взгляд справедливые и привлекательные. По сути дела прикрываются сатанинские намерения дьявола по погублению России. Они даже сделали в баптистерии, в храмах, бассейны для полного погружения, но закрыли их сверху тяжелыми мраморными плитами. А если где и крестят, то без всякой катехизации. И по сути ничего не меняется.